Византийская эпоха 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 было гораздо масштабнее, интереснее. Тогда он противостоял армии, которая вдвое превосходила его армию. Их было четверо соправителей в то время. Максимиан к этому времени уже устранил и убил двух, победив их в войне. У него была довольно мощная, организованная и опытная армия, которая превосходила почти вдвое у армии Константина. На 190 тысяч человек армии Максимиана было 100 тысяч Константиновых. И он был гораздо опытнее, и никто не сомневался в том, что Максимиан победит. Потом историки говорят, что произошла какая-то удивительная вещь. Такое ощущение, что Максимиану кто-то закрыл глаза, а Константина кто-то вёл всё время вперёд. То есть он совершал удивительные совершенно военные действия, очень точные и очень важные. А Максимиан в это время совершал, наоборот, ошибки. И разгромом Максимиана это дело и не кончилось. Потому что, ведь если мы подумаем о том, что происходило потом, за короткое время, за несколько, буквально десятилетий, можно сказать, была разрушена, сокрушена вся античная традиция в стране, в империи практически. Представьте себе, сколько мы переживаем иногда проблем из-за того, что у людей начинают их традиции как-то колебать. Мы знаем, какая это сила, сила традиции. А это было в империи столетиями, это всё создавалось, культивировалось, сформировалось. Да, люди в этом жили, они это знали, они это любили. А потом прошло несколько десятилетий, и всё было разрушено. Люди стали христианами. Потом стали христианами. По традиции стали христианами. То есть, на самом деле, это Бог явным образом хотел, чтобы церковь стала государственной, чтобы государство стало христианским. И это потом в истории и продолжилось, и явным образом видело. А вот, значит, всё-таки, несмотря на все какие-то минусы, несмотря на все какие-то недостатки, несовершенства вот этой симфонии церкви государства, для чего-то это нужно. Для чего-то это нужно, для чего-то это важно. У меня об этом такие довольно смутные представления. Хотя, не совсем так, но во всяком случае. Но я думаю, что вот Георгий Вениаминович нам как-то, наверное... Спасибо, да, этот георгий. Как-то сможет в этом просветить. Да, ну, действительно, Великий пост начался, и с чем, в общем-то, нас всех следует поздравить. Вот, ну, с другой стороны, дух Боргий получше не мощна. И, собственно, после первой седмицы, действительно, ну, как-то в таком отношении тела, всегда чувствуешь некоторую такую вот, скажем так, сложность, да. Вот, когда уже к каким-то непосредственно мирским делам переходишь. Вот, после такого монашеского делания, если можно так сказать, постоянное пребывание в церкви. И, конечно, может быть, этим тоже объясняется вот то, что отец Кирилл сказал, аудитория не слишком велика. Сейчас, хотя тема, безусловно, весьма интересна. Ну, я тоже по этой причине могу иногда, так сказать, несколько заговариваться, так что язык может немножко заплетаться. Но, с другой стороны, я постараюсь все-таки эту задачу, которую передо мной поставлено, выполнить, вот, действительно, раскрыть эту очень важную и актуальную, безусловно, для нас, нынешних христиан, тему. Действительно, отец Кирилл сказал очень правильно, что не то, что хотим мы, да, надо искать, да, а то, что хочет Бог. И вот, святые отцы, конечно, ну, прежде всего, кстати, Филарет Митропавит Московский и другие святые отцы, и святители Иоанн Златоуст, и Григорий Богослов, и древние, и святые отцы Нового Времени, более близкие к нам, Игнатий Меречнинов, и Афан Затворник. Вот, они действительно раскрыли нам это важное учение о взаимоотношениях церкви и государства, как они должны строиться. И, конечно, это учение основывается, прежде всего, на Священном Писании. Основывается оно на откровениях Святого Духа. И мы можем сказать, что действительно, вот, вникая в это учение, мы можем понять, насколько это для нас возможно, что действительно хочет Бог, да, и как Бог видит, вот, значение государства, да, для церкви, в чем оно состоит. Господь Иисус Христос, когда пришел на землю, когда воплотился, вторая пиаста, в престой Троицы, Бог Слова, и совершил свой великий подвиг, искупление всего рода человеческого, создал Церковь Христову. Он, однако, не создал никакого нового государства. И благословил уже те институты, которые существовали в это время, как об этом пишут нам святые апостолы, Бога бойтесь, царя чтите. И царь, как пишет святой апостол Павел, ненапрасно носит меч, ибо он Божий слуга. И апостол Павел заповедует нам молиться о властях. Уже апостольские правила говорят нам о том, что кто досадит царю без какой-то существенной причины, тот извергается из священного сана. То есть, если какой-нибудь священнослужитель, даже патриарх, даже архиерей, а вот не говоря уже о священнике, в чем-то досадит царю, и это будет признано священным отчалием не по правде, то это достаточная причина для того, чтобы этого священнослужителя, даже архиерея, извергнуть из сана. Поэтому мы видим, что уже во времена апостольские, хотя цари в это время были еще нечестивые, они не были православными, это были цари-язычники, все равно отношение к государству, к царской власти было совершенно особенное. И, конечно же, это происходило по установлению Божьим. С чем же это связано? И почему же действительно так важна государственная власть? В принципе даже не только православная государственная власть, а вообще всякая государственная власть. Важна она потому, что она установлена Богом. Государство, как пишут святые отцы, не возникло само собой. Оно не возникло по причине неких договоров между людьми, как учат безбожники, что люди в какой-то определенный момент договорились между собой, и часть своих полномочий, часть своей власти какой-то, передали властителям, князьям, царям, правителям. И, соответственно, благодаря этому общественному договору, правители власти осуществляют свои властные полномочия над народом. Соответственно, источником власти, по мнению безбожников, является не Бог, а народ. Он избирает властителей, и, соответственно, эти властители управляют вследствие этого народа и дают отчет, естественно, не перед Богом, а перед теми, кто их избрал. Но в Священное Писание Бог нас учит по-другому. Он учит нас о том, что власть не от народа, а от Бога. И отчет она также должна давать не перед народом, а перед Богом. И зачем же Бог поставил эту власть? Зачем Он ее установил? Зачем она нужна? В Священном Писании ясно об этом написано. Она нужна для пресечения зла. И если бы не было власти, то люди бы просто не могли существовать. Потому что зло бы умножилось, и просто-напросто люди переубивали бы друг друга. То есть злые люди, они действительно взяли бы верх, потому что мали, хербы, циты, крести, да, дурная трава растет гораздо быстрее, страсти в человеке, они действуют сильнее, чем действуют какие-то благие пожелания, вот что-то доброе в человеке. Почему это так? Потому что человек согрешил, потому что он находится во власти греха, потому что человек, не просвещенный божественной благодатью, не находящийся в церкви, он находится в рабстве, в греха, и страсти в нем действительно возрастают и возрастают. Если этим страстям не положить, действием этих страстей не положить внешнего предела. Ну, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Если не поймать вора, то он будет дальше воровать, если не поймать убийцу, то он будет дальше убивать. И в конце концов установит уже свой бандитский и хоровской порядок на земле. И вот мы видим, что допотопное человечество в общем-то к этому и пришло. К тому, что зло стало господствовать. И мы знаем, что оно погружено было в воды потопа. Осталось только совсем немного праведных людей, но и его семья. Представляете, из всей земли осталось всего лишь несколько человек. А, естественно, людей-то было очень много. И в допотопном человечестве. И вот то же самое происходило и после потопа, когда люди стали строить Вавилонскую башню, и тоже грех и зло распространялось. И тогда Господь смесил языки и установил государства отдельные, чтобы зло не распространялось, чтобы злу была положена преграда. И вот многие святые отцы, они толкуют послание к Солунинам удерживающее. Где там пишут, что вот антишеств не приходит, пока существует удерживающее начало. Удерживающее начало толкуют как государственную власть, как власть царя, как власть, которая не дает прийти антихристу и не дает возможности вот этому злу восторжествовать уже повсеместно, по всей земле. Вот какое важное значение имеет власть государственная. И вот почему к ней такое особое отношение. Особое отношение со стороны церкви, особое отношение со стороны церковных канонов, особое отношение со стороны священного писания. Еще в Ветхом Завете было сказано «не прикасайтесь помазанным моим». И кто такие помазанные? Это, в общем-то, даже не только те, кто непосредственно помазанные как православные благочестивые цари в чине миропомазания на царство. Нет. В священном писании помазанниками называются и языческие цари. Скажите помазанному моему Киру апостол святой пророк Исаии говорит от Бога этими словами. Так что Кир языческий царь называется помазанником Божьим. Почему? Потому что он исполняет волю Божьей. Потому что он действительно поставлен от Бога для того, чтобы исполнять то, что Бог ему заповедовал дело. То есть пресекать зло и благоприятствовать благу, благоприятствовать добру. Вследствие этого всякий, кто поднимает свою руку на власть, всегда церковью осуждался. Все революционеры, все те, кто восставали против законных властей, все такие люди церковью осуждались и даже в русской церкви некоторые из них анафемастовались, то есть отлучались от церкви. Мы знаем такие прецеденты, анафема была некоторым нашим пунктовщикам, например Разину тому же самому известному вам и соответственно церковь достаточно строго относилась к таким вот проявлением противления государственной власти и постания на нее и действительно не случайно что как пишет Филарет Московский сатана не мог преуспеть когда восставал на церковь когда пытался через ереси через расколы сокрушить церковь ему это не удалось сделать и тогда он с небес обратился на землю он обратился уже на государство и здесь преуспел преуспел в революции в многочисленных революциях которые происходили во Франции происходили в других странах и в том числе и в России и вот в этом действительно дьявол преуспел и таким образом через государство он сокрушал и церковь безусловно поэтому отношение к любой государственной власти у церкви было совершенно особо естественно что говорить о тех властях которые оказывали попечение церкви то есть о тех властях которые не только ну скажем так из государственных соображений исполняли волю Божию о пресечении зла ну я имею ввиду там милицию полицию там законы и так далее да что существует в любом государстве я имею ввиду и те действия православных уже царей правителей которые были направлены во благо и самой православной церкви и таким образом эти православные императоры цари они стали по слову пророка Исаии кормителями церкви как пишет филарет московский еще пророк Исаия писал о том что будут такие правители которые будут защищать церковь и ее устроять кормить ее и такие правители как уже сказал отец Кирилл это прежде всего император Константин но и другие православные императоры и наш святой князь Владимир и другие князья и православные цари благочестивые которые сохраняли и устрояли церковь естественно молитва о таких царях она уже отличается от молитвы за царей так сказать нечестивых потому что за царей нечестивых которые между прочим они же гнали церковь и за этих царей нечестивых молились христиане со слезами как пишет Филарит но за благочестивых царей конечно это молитва совершенно другого характера она радостная и благодарная к Богу за то что Бог воздвиг этих царей в помощь православной церкви для того чтобы церковь благоденствовала и подобало это произойти заключая статистику Филарит для того чтобы правда обрела покой и конечно если говорить о значении этого константиновского периода в истории церкви который начался с императора Константина и закончился нашим последним благочестивым страстотерпцем Николаем II царем мучеником вот за этот период действительно очень много что произошло важного для церкви во-первых были созваны Вселенские Соборы вот сейчас некоторые спрашивают будет ли Вселенский Собор ну конечно нет Вселенский Собор может быть только когда есть царь благочестивый император а потому что почему потому что а кто может созвать Вселенский Собор естественно только Император кто же еще всегда Вселенский Собор созывали Император если нет Императора то не может быть никакого в принципе Вселенского Собора соответственно и вопрос сразу понятно сразу отпадает и действительно до императоров православных благочестивых не было Вселенских Соборов но и после них тоже быть не может далее что еще было важно в этот период для церкви ну конечно же множество людей получили возможность спасаться получили возможность стать христианами ну тут конечно встает вопрос а все ли эти люди были святыми ну те кто получил возможность стать христианами благодаря благочестивым царям ну почему они получили возможность потому что прекратилось гонение потому что если так можно выразиться средний человек да не святой а обычный да вот он может прийти в церковь и спасаться потому что гонений нет потому что вера уже проповедуется и потому что государство ну даже отчасти способствует тому чтобы люди приходили в церковь как князь Владимир например он сказал кто мне не друг тот не крестись способствовал тому что киевляне да и многие другие за пределами Киева пошли креститься конечно способствовал безусловно и об этом пишет святитель Иларион например в своем похвальном слове князю Владимиром он пишет что святой князь сказал это с властью и поэтому именно поэтому многие пошли креститься а до этого когда священники проповедовали никто креститься не шел даже и гонений не было в общем-то потому что князь Владимир когда стал православным христианином он естественно уже никакого гонения на церковь в принципе устраивать не мог гонений не было но и креститься никто не шел проповедовали священники проповедовали и призывали людей креститься а никто креститься не шел и только когда князь сказал кто мне не друг тот не креститься сразу все пошли креститься. А почему? А потому что человеческая натура, она так устроена. Понимаете? Человека надо немножко иногда понудить. Чуть-чуть. Вот вопрос тоже какой-то. Вопрос, я отвечу на него. Я отвечу, отец Кирилл, отвечу. Я как бы вначале с одной стороны рассмотрю, потом с другой. Время еще есть. Как раз скоро перейду уже на другую сторону. Это плюс государства. Да, да, да. Нет, ну естественно плюсы, конечно же. Вот. И соответственно, об этом пишет например Блажен Августин. Он пишет, что вот были еретики. И они были убежденные в общем-то своей ереси. Но убежденные они были внешними обстоятельствами. Ну, например, кругом общения. Вот у них был такой круг общения. И кто может разорвать этот круг? Кто может, так сказать, выделить его, этого человека, из этого круга общения? Каким образом? Только вот с помощью государств, с помощью общества это можно сделать. Как, например, когда татар крестили, их сразу же отселяли в другое место. Потому что если бы они оставались бы в своем кругу общения, то им очень сложно было бы действительно стать благочестивыми христианами. Как-то возрасти в вере. Потому что для новоначального слишком много сразу возникает искушений, и родственники там его начинают соблазнять, да, и увлекать обратно. Да, и это, в общем-то, внешние такие причины. И то же самое круг общения, например, в какой-то секте. Вот, человека держат в секте что? Не вера, да, а какой-то вот свой круг. Вот он туда ходит, он привык, так сказать, да, вот тут вот так вот все вроде бы жизнь выстроена, все так удобно, все понятно. Вот, а разорвать этот круг, и сразу человеку станет понятно, что это не то, это все в общем-то мишура, на самом деле, неподлинная. И в истории русской церкви тоже было таких много примеров. Ну, тот же самый Аксаков, наверное, знаете, славянофил Аксаков, он человек такой свободолюбивый очень. Вообще, славянофилы, они любили свободу, они любили независимость, так себя эпатажно немного вели, борды там себе отращивали специально, вот, национальную одежду носили, но так вот по отношению к государственной власти вели себя достаточно свободно. Вот, и вот Аксаков, он был убежден, что никакого вообще вот принуждения невозможно в делах веры, что все это вред огромный приносит людям. Вот, все вот, какое может быть принуждение в делах веры? Никакого, это все очень плохо. И вот Аксаков по делам службы Иван отправился в одно село, и там расследовал дело с сектой жидостующих. Но это были не те жидостующие, которые были еще при Геннадии, да, но тоже похожие в чем-то. Там не субботу признавали, ну, одна из многочисленных сект, которые, в общем-то, были всегда и сейчас есть. И вот эти крестьяне были у одного помещика. И помещик как только узнал об этом, он их всех высек. Вот, и они потом стали все ходить в церковь. И даже сами потом приходили к Аксакову и говорили, что вот да, вот что-то у нас там в голове помутилось, но сейчас все нормально, мы православные, так сказать, и Аксаков сам пишет, да, я действительно убедился в этом сам, что это действительно так, что они действительно православные, что в общем-то эта мера оказывается помогла, хотя я был вроде бы убежден в обратном. И то же самое пишет Должен Августин, он тоже пишет, что я был убежден совершенно в противном, что это невозможно, государство в делах веры не должно мешаться никак. и вдруг я увидел на донатистах совершенно противоположное, что им это приносит пользу. Известно, что блажен Августин, он как раз поролся с этим расколом донатистов. Достаточно серьезный такой был раскол в церкви 4 века. и он пишет в своих письмах да, я сам собственными глазами все это видел и убедился, что это приносит пользу. Потому что человека бывает в секте здесь сдерживают некие внешние преграды, которые надо разрушить. И тогда он действительно становится искренним православным христианином. Искренним совершенно. Не под палкой, не под нуждой. и спрашивается, почему до императора Константина было всего 5, максимум 5, а кое-где 3 западных пределов процента христиан из всей империи. А после императора Константина в 4 веке уже к императору Феодосии их стало 70. 70. Потому что император Константин стал православным и многие стали приходить в церковь только потому, что церковь православная. Ну хорошо это или плохо? Понятно, что человеку дается возможность, о чем я говорил, да, прийти в церковь. А дальше уже от него самого зависит, как он этой возможностью воспользуется. Как он ей воспользуется? Как воспользуются этой возможностью русские люди? Вот они родились в православной стране, да, есть же разница, человек родился в России, да, или он родился где-нибудь в Америке, или в Китае, или еще где-нибудь. Какая разница? Церковь-то везде есть, а государство не везде православное. Было, даже было, не то, что есть. Вот у нас было православное государство, и это сказывается. вот сто лет гонений прошло, вот сейчас семнадцатый год, да, ну или по крайней мере православному государству уже нет сто лет, и все равно это сказывается. Некоторые думают, потому что русские люди такие вот замечательные, хорошие, нет, они такие же, как и все остальные народы, со всеми минусами, со всеми плюсами, есть что-то хорошее, есть что-то плохое, есть. Но почему русская церковь самая многочисленная, по сути, ну, по территории, там, да, по своему влиянию, по той миссии, которая сейчас действительно проходит, по тому, как люди приходят в православную церковь, а вот, например, там где-нибудь в каких-то очень даже хороших и замечательных странах, там такого совершенно нет. Ну, почему? Это же очевидно, почему? Потому что у нас было православное государство. Почему в Сербии, в Грузии тоже отчасти такое же, то же самое, потому что даже в Болгарии даже отчасти то же самое, несмотря на все, так сказать, проблемы, которые там есть. Но именно поэтому, только поэтому, другой-то причины нет. И, следственно, это имеет очень большое значение. это константинский период в истории церкви. Ну и понятно, что в константинский период в истории церкви создалось и богослужение, создалось и каноника, и все труды святых отцов писались в этот период преимущественно. И расцвет святоотеческого богословия пришелся именно на этот период, именно на те страны, где были православные цари, монашество, где оно расцвело. Преподобный Паисий Величковский прямо пишет, я буду основывать монастыри только в православных странах. А почему? А потому, что в другой стране основишь монастырь, а там кто-нибудь придет и его закроет. И все. И закончился монастырь. Ну, из властей, имею в виду, не православных. Он прямо так и писал. И когда его монастырь попал в австро-венгерские пределы, он просто со всеми монахами, их было несколько сотен, он просто ушел из этого места австрийского, из австрийской короны, и перешел в православные пределы, где был православный князь Молдавалхийский. Ну, хорошо. Какая здесь есть на самом деле опасность? Конечно, вроде бы все замечательно, все прекрасно. Но мы должны понимать, как об этом пишет святитель Филарет, зачем Господь попустил три почти века гонений на церкви со стороны царей, со стороны императоров. почему он не воздвиг Константина сразу? Вот вопрос, да? Очень важный для нас. Почему Константин не появился на 200 лет раньше? Мог, так сказать, таким же Константином быть кто-нибудь из предыдущих императоров? Ну, теоретически, мог Богу, и все возможно. Ну, конечно, там есть другие причины, но, как пишут святые отцы, важнейшая причина в том, чтобы и правители сами, и мы, православные христиане, понимали, что церковь держится не государственной силой и помощью, и поддержкой, нет. Нет. Церковь действует и живет поддержкой Духа Святого. И живет она верой. В отличие от всех прочих образований церковных. Мусульманских, так сказать, и прочих. сектанских всевозможных, которые держатся только благодаря внешней подпитке. Ну, почему все эти секты такие, так сказать, действенные, там, яговисты какие-нибудь, там, прочее, потому что они постоянно получают поддержку из-за рубежа, потому что там у них центр, потому что там деньги большие, и так далее. И православная церковь принципиально иная. И вот несколько веков вся сила государственной мощи пыталась эту церковь сокрушить и не смогла. Почему? А потому что она держится не государственной силой. И вот царь, император Константин, он свой скипетр принес перед престол церкви, передал тарь церкви, свой собственный престол. Он поверг свой скипетр перед церковью и стал служителем церкви. То есть не церковь служительница государства, а наоборот. Царь служитель церкви. Царь служитель церкви. И он помогает, он помогает распространению проповеди, он действительно здесь значение большое имеет, но только как служитель церкви. Но это тоже не совсем так. Это идеальная конструкция папства. Что значит папства отец Кирилл? Здесь никакого папства нет. Папства здесь никакого нет, потому что царь не служитель патриарха, он не служитель папы, он не служитель епископа, а он служитель церкви. Это разница принципиальная, потому что в католической идеологеме царь, император, государственный правитель, служитель папы. а здесь нет, отнюдь нет. И я об этом скажу позже. В чем отличается симфония, в чем она заключается симфония. Я к этому двигаюсь постепенно. И что здесь важно? Что здесь важно? А вот что здесь важно. Что между церковью и государством не могут быть никаких договорных отношений. Никаких. Почему? Пишет святитель Филарет. А потому что всякий договор он взаимовыгодный. А здесь никаких выгод быть не может автономных. Потому что церковь и государство служит и должно служить единому Богу. И какая у церкви может быть выгода? Только одна выгода. Служение Богу. А автономной выгоды от Бога у него не может быть. Соответственно, если государство помогает церкви и просит что-то взамен вне заповеди Божьих, а какой договор здесь может быть? Только такой. Кто может и должен указать царю, государству, власти, исполняет она заповеди Божьи или нет? Только церковь. И соответственно только церковь может сказать и обязана это сделать, если государство к него прислушивается. Если не прислушивается, то не нужно. А если прислушивается, то обязаны это сделать. Ну представьте себе ситуацию с патриархом Тихоном. Что он сказал? А именем христианским нарицаетесь, анафема да будет. А если именем христианским не нарицаетесь, тогда анафема не будет. А почему не будет? А потому что большевикант, которые в Бога не верят, анафема. Что им эти обличения? Да, они плевать на них хотели. Ну, говори там, попы, так сказать, пускай мелят по-своему, нам-то что от этого? Ничего. Поэтому, конечно, эти обличения, они имеют смысл тогда, когда действительно, по крайней мере, в ту меру, в которую государство может их услышать. И естественно, естественно, церковь свой, так сказать, голос всегда поднимал, когда были и благочестивые цари, и их она обличала. Конечно же, церковь не может здесь оставаться в лице своих святых, в лице своих пророков, в лице иерархии, безусловно, в стороне. И не может действовать вот так договорными отношениями. Что же касается правильного отношения с государственной властью, то оно было сформулировано святым царем Истиняном и называется симфония. Что это означает? Симфония, то есть созвучие. Знаете, когда поет или там играет оркестр, ну поет хор там четырехголосный или оркестр играет. Вот когда в оркестре наступает созвучие? Так, музыкантов нету? Певчих нету? Это все в тональности. Да. Да, когда все поют правильно. Понимаете? Правильно поют. каждый поет свою ноту по нотам правильно и партитуру свою держит. Тогда есть симфония, то есть созвучие. И царь Истинян великий прямо писал. Что такое симфония? Это когда каждый исполняет свой долг перед Богом. Царь свои обязанности перед Богом исполняет, епископ, церковь, свои обязанности перед Богом. А какие обязанности по мнению Истиана Великого у церкви, а какие перед Богом у царя? У церкви совершать таинство и молиться, а у царя какая обязанность? Внешне устроять церковь. Как иногда называл себя император Константин внешним епископом церкви. Или епископом внешних дел. Тут можно по-разному понимать. Либо он занимается миссией, то есть он епископ для внешних, для тех, кто еще не пришли в церковь. И таким образом его заслуга, его деятельность в том, чтобы привлекать этих людей в церковь. Теми средствами, которые я уже сказал. Либо это внешнее устроение церкви, то есть строительство храмов, охранение от ересей, там устройство может быть даже епархиальное, но внешнее. И здесь материальное там какие-то вопросы земельные, материальные тоже. То есть вот эти вопросы, которые относятся к компетенции уже царя государственной власти. Соответственно, какие могут быть противоречия между царем и патриархом? Да никаких. Если они действуют в союзе, в симфонии и в согласии. Потому что каждый исполняет свой долг перед Богом. Как в семье. В семье когда есть противоречия между мужем и женой? Когда равенство между ними? Когда обязанности эти смешиваются? Когда они занимаются одним и тем же? Когда нет иерархии? А когда каждый исполняет то, что он должен исполнять перед Богом? Когда муж не перекладывает на плечи жены ответственность за семью? А жена в свою очередь не ищет главенства в семье? Что не заповедано Богом? А Богом заповедано послушание напротив, как мы знаем, в качестве ее обязанностей? И тогда в семье наступает гармония, мир, радость и счастье. Ну, вот вопрос вот в чем еще, что как показывает история, что все-таки даже самые благочестивые цари все-таки главной целью все-таки ставили сохранение иперии и охранение ее границ и охранение ее единства, а потом уже на втором месте служение Богу и вера в Бог в христианство. этому куча, даже сестине она такая была. Даже сестине а там, монофилистская ересь вообще началась практически с подачи православного императора. Ну, мы еще иконоборчество можем вспомнить. Естественно, прежде всего, монофилисты тут сложнее, потому что монофилисты, там патриарх Сергий на самом деле, там Ираклий, он не был богословом. Сыконоборчеством там... Это явно, явнее, явнее сыконоборчеством, более явно. Но монофилистов было просто видно, что вот императору нужно было сохранить империю, и он искал способов примирения монофизитов с православными. Сысками. Ну, безусловно, таких способов... Сергий, но и этот крупот монофилистский, он очень пришел всему кстати. Ну, не только монофилисты, там и натикон можно еще вспомнить, можно еще вспомнить, так сказать, там всякие энциклики, деятельность императора Зинода. Вот, но и в русской церкви, естественно, тоже таких прецедентов достаточно много. Но тут не надо забывать о том, что когда царь исполняет какие-то государственные обязанности, он видит в этом служение Богу. И поэтому здесь-то как раз и есть симфония. То есть симфония, она заключается в том, еще раз повторяю, что каждый исполняет свои обязанности перед Богом. Все-таки обязанность царя это охранение внешних границ, это мир, который должен осуществляться внутри государства, это порядок, это пресечение зла, но это, конечно, и распространение православия тоже. Но тут как бы эта симфония, она, скажем так, в большей или меньшей степени проявляется там, где эти обязанности выполняются лучше. Но тот же самый император Михаил, например, был такой РНГВ замечательный, он был полностью в послушании преподобного Федора Студита. Вот полностью. Это была эпоха как раз перед Львом Арменином, то есть 1808 год. Но свои обязанности как царь он не исполнял. И он потерпел сокрушительное поражение в борьбе с болгарами. Пришел, так сказать, у Зурпата Лев Арменин и устроил угонение на иконы. То есть ошибка очень часто наших православных людей в том, что они думают, что царь должен обо всем забыть и только строить храмы, ублажать православных архиереев, что он должен только сохранять православие. Вот только в этом его задача. Нет. задача царя и царь естественно государственная собственно государственная тоже. Национальные интересы и так далее. И конечно об этой задаче тоже нельзя забывать. Другое дело, что она не должна вступать в противоречие с главной целью. Что она не должна совершенно так секулярно представляться. А секулярно она может абсолютно быть. Только тогда, когда царь перестает быть православным вообще. То есть когда он перестает быть православным, естественно, и становясь президентом каким-нибудь или еще кем-то, то естественно православным не по вере, а по статусу. Естественно. По вере он может быть кем угодно. Например, Екатерина II была неверующей. Но так как она была полуверующей. Или Петр. Нет. Петр все-таки нет. Петр был человеком вполне благочестивым. Нет, 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 нет. Ну, как это может быть сомнительно, когда он втрое Сергию Лавру просто к иконе привесил золотой оклад специально. Понимаете? Почему? Потому что он почитал эту икону. И то же самое он сделал например, после Полтавской битвы. То есть он после Полтавской битвы какой иконе? Да? Тихвинской. Он Тихвинской иконе заказал серебряную ризу с золотом. Зачем он это сделал? Но Петр, извините, никогда не лицемерил. Вот лицемерие он терпеть не мог. Он это сделал потому что он молился перед иконой. Это был реальный факт. И в Петра Первого попала пуля известная в грудь ему. А у него на груди висел крест чудотворный мощами. И пуля отлетела от этого креста. И все и сам Петр он об этом пишет, сам Петр пишет, что если бы не Божья помощь, мы никогда не победили. Но он не лицемер Петр Первый. Он кто угодно, но не лицемер. Он как считал, как думал, так он и говорил. И никогда он не писал того, что он не считал. Петр наизусть знал Евангелие. Он наизусть знал Евангелие. Как может быть неблагочестивый человек не знать наизусть Евангелие? Я не представляю. Но это факт. Это факт, подтвержденный многими свидетельствами. И он настолько любил божественную службу, что установил даже, так сказать, ошейник в Александр Нескалавре, который очень долго там висел против большевиков, которые его сняли естественно вместе со всем остальным. И туда прикреплял к этому ошейнику тех, кто разговаривал во время богослужения. Он терпеть не мог разговоров во время богослужения. Снимал, так сказать, по рублю, да где такие благочестивые люди сейчас? Я вообще-то их не вижу. Честно говоря. Понятно, что Петр был со своими страстями. Ну, безусловно, да. Кто же с этим спорит-то? Понятно, что он имел определенные слабости, он влияние на него оказал немецкая слабода. Ну, это безусловно так. Но это был русский православный христиник. Безусловно. Он был плоть от плоти, кровь от крови, этого благочестивого русского народа. И вел себя, в общем-то, во многом так же, как такой русский человек. А Екатерина, ну, она немка была, естественно. Понятно, двуличная там очень часто. То есть сравнивать вообще невозможно. Екатерина, она картошку ела по столу только. Она сама пишет, что она делала это специально. она имела специальных людей, она слуха вообще никого не имела, так имела специальных людей, их просила, которые давали ей знаки, когда хлопать. Во время театральных представлений, потому что она заботилась об вот имидже. Совсем другое дело. Но почему она это делала? Потому что она прекрасно понимала, если она не будет себя вести, действовать так, как православный благочестивый монарх, даже со всеми своими, так сказать, со всей своей любовью отчасти даже с Вольтером переписывалась, Дидро приглашала, известно. Вот. Но она прекрасно понимала, что императрицы долго не будет. Потому что она по статусу православная императрица. И она должна поступать, ну, в главном, как православная императрица. Защищать православную веру и так далее. Хотя, конечно, ее личные взгляды тоже сказались. Ну, на циркуляризации церковных земель, безусловно, на Петр, он с земли вообще-то возвратил синоду, когда надобность в военных действиях прошла, он просто Белосутийский приказ упразднил и все земли вернул в синоду, в полное его, так сказать, управление. То есть, там вообще никакой стиркуляризации не было. И тут просто невозможно сравнивать. При Петре I возникло больше монастырей, чем за весь XVIII век. Чем за весь XVIII век. Там все-таки были из-за Петровны, например, ну, там Павел был отчасти. Ну, правда, недолго правил, но все-таки тоже человек благочестивый. Некоторые даже его почитают как святого. Вот. Но, однако, Петр очень много создал монастырей и при нем создалось. В общем-то, он считал, конечно, что монахов надо, так сказать, как-то помочь им, так сказать, быть благочестивыми. Это да, у него было такое неправильное мнение. Но так-то, в принципе, никаким гонителем монашства он не был. В отличие от Екатерины II, кстати, говорят. Отчасти ее можно назвать потому что секуляризация очень больно ударила по монастырям, безусловно. Вот. Ну ладно, это отдельная тема, о ней можно говорить очень много, но все-таки я о другом хотел сказать. Да, я хотел сказать прежде всего о том, что единая цель должна прослежиться, служение Богу. Если ее нет вообще, тогда, конечно, никакой симфонии говорить невозможно. И какое еще может быть отношение, какое еще может быть отношение между церковью и государством? Сначала гонение, да, затем симфония, да, что еще? Свобода совести, свобода совести, да, так называемый нейтралитет, то есть религия частное дело человека, частное. и государство в эти вопросы не вмешивается. Когда это возможно? Это возможно только тогда, когда церковь не имеет общественного, скажем так, влияния, ну, она, как вот сила, так сказать, общественная не имеет значения. Ну, например, там, не знаю, в каких-то, так сказать, странах, где в Америке, например, в православных, действительно, да, мало. Тогда, конечно, государство на это внимание абсолютно не обращает. И, естественно, для церкви это не самый, так сказать, лучший вариант, естественно, хотя, на первый взгляд, кажется, что все очень хорошо. Свобода полная, как хочешь, так сказать, так и веруй. Вот, но вся эта проблема в том, что здесь очень просто церкви на маргинальный уровень уйти. И миссия церкви, она в таких случаях достаточно затруднена. Она, конечно, возможна, но она затруднена, потому что возможностей этой миссии меньше. да нет, но это понятно. То есть, если это означает просто, что если нет как бы вот целенаправленной поддержки государства, то церковь не может открыто заниматься миссией. на самом деле, потому что это только кажется, что можно, что хочешь делать, да? А вот я прихожу в школу, да? И кто-то из родителей пишет письмо в департамент. А почему на свободу совести, а пришел священник, и моих детей обрабатывал? и департамент, а что? Действительно, по закону я не должен туда входить. Департамент образования пишет, что просим вас там, не это самое. Такого нет. Вроде бы, все можно, а если нет воли государства, если оно не говорит, что вот давайте все, вы начинаете действовать, да? А мы вас там поддержим, защитим от нападок, которые неизбежно всегда будут, да? То, конечно, ничего, ничего не прежде не будет. Практически, да. У нас в начале сняли икону. Если кто-то не знает, в начальной школе, да, на всю жизнь, вот как ее построили, там при входе висела икона, прожиматель. Ее вот несколько недель назад сняли. Тоже кто-то написал. У нас светская государство, почему висит икона? Да? Все в ужасе, все родители ходят в ужасе. А вот несколько человек, для которых это вот как-то вызывает какое-то отторжение, написали куда-то и все. И просто административным образом вы заставили снять. Потому что куда делается? Надо просто понимать, понимаете? Надо просто понимать, что общество это река. Вот Светлый Филарет писал, общество это река. В реке есть ил всегда. Но пока ил лежит на дне, река чистая. Но вот ил поднялся наверх, ничего не изменилось. Количество людей злых, недобрых, они осталось прежним, ничего не поменялось. Но вода вся мутная. Понимаете? Поэтому всегда есть такие люди, они всегда есть, будут и будут, и будут, и были. Поэтому они всегда будут писать, и тут уже ничего не сделаешь. Что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Только государство может оказать какую-то помощь. Либо не оказать. Ну да, то есть, опять же, государство в лице администрации, да, мы видим, что есть поддержка со стороны очень большого числа родителей, мы принадлежим образом восстанавливаем. вешаем икону на место. Но это воля государства. Понимаете? То есть его добрая воля, оно вопреки каким-то законам, вопреки каким-то восстановлениям, оно просто таким волевым усилием это делает и все. Потому что чтобы поддержать большинство. Вот оно очень нужно действительно. Но это не самое страшное. Самое страшное другое. Это когда на месте свободы совести наступает толерантность. Что такое толерантность? Толерантность это вроде бы слово, которое означает безразличие. Ну не из медицины взято. Но на самом деле оно имеет сейчас уже иное религиозное наполнение. Какое? Это значит государство запрещает какому бы то ни было религии и даже частному лицу объявляет, что его вера является единственной истиной. Потому что это оскорбляет всех остальных и само государство. То есть никто, ни церковь, какое-то отдельное общество, ни каждый отдельный человек не может публично объявлять, что его вера является единственной истиной. Он обязательно должен при этом сказать все остальные веры тоже истинны. И мы это видим уже в ряде западных стран. Именно такую систему, которая называется на самом деле тоталитаризм. То есть как писал статистический совет, любая демократия всегда придет к тоталитаризму. Это обязательно. Это всегда будет так. И действительно мы так видим, что христиане уже не могут носить кресты. Они уже не могут заявлять о каких-то заповедях, которые они в каких-то своих взглядах, о каких-то отношениях, например, к неким... Они не могут называть грехом то, что действительно является грехом. Уже не могут. Уже не могут. А это ведь не просто не могут, воспитание. То есть следующее поколение рождается уже совсем другим измененным сознанием. Это страшно. Недавно был такой репутаж в Америке. Православная девочка, девушка, 14 лет, или 15, по-моему, где-то так, старшие классы. У него спросили, как вы относитесь к нетрадиционным семям? А что, такие есть, что ли? То есть они уже воспринимаются как традиционные. Традиции меняются, это очень быстро происходит. Что то, что воспринималось нетрадиционно, теперь уже воспринимается как традиционное. Причем в православной среде. В среде христианской. и конечно этот процесс он в общем-то называется тайное беззаконие. О чем тоже написано в Священном Писании. Что тайное беззаконие вот оно в общем-то уже в действии. И будет осуществляться давление на Церковь. То есть сейчас давление на Церковь гораздо сильнее, чем оно было даже во времена первых веков гонений. Я не говорю уже о временах синодального периода, когда это сказки там, что там было какое-то давление на Церковь. Просто сейчас люди называют давлением то, что им надо отчеты писать. Вот священнику надо писать отчеты в Патриархии. Это называется давление. Вот давление гонение на Церковь. Что такое? Отчет надо писать в Патриархии. Гонение все, конец. Священнику невозможно служить, невозможно проповедовать. Надо писать только бумаги. Бумаги писать, не служить, не проповедовать. Ничего. Вот. Но в принципе в синодальный период действительно надо было писать много бумаг. Ну и что? Был действительно контроль достаточно такой серьезный. Почему? Ну потому что некоторые средства они действительно шли от государства и государство их контролировало расходы. Вторая причина потому что церковь занималась государственными функциями. Учетом рождений, смертей, учетом браков. Выдавала брачные свидетельства, наследство и все прочее. Все это должно было происходить достаточно четко и естественно от этого зависело просто как человек будет иметь этот документ, как он будет жить, как паспорт, паспортный стол. Хорошо это было для церкви? Наверное хорошо все-таки. Почему? Потому что все-таки с этим было связано и нравственный контроль над обществом, над людьми. Потому что контролировались браки, разводы, нравственность, рождение, все это. То есть здесь конечно было больше плюсов, чем минусов. Хотя это влекло за собой очень серьезную бюрократию. А сейчас давление на церковь огромное. Это так кажется, что церковь свободна. Ну такое очень серьезное давление видно. Вот сейчас организовали это общество ревнителей русской словесности. Там кто-то, по-моему, отец Артемий Владимиров встал и сказал, что надо изъять из программы три рассказа. Бунина, Куприна, еще кого-то не помню. Поднялся дикий шум. Как церковь сейчас будет наводить свои нас. А потом одна из таких деятелей, из таких опытных учителей, которые активно ведут общественную деятельность, написала статью о состоянии русской словесности, где сказала, что когда чиновники министерства образования или какие-то учителя словесности говорят вслух, что надо из... открыто говорят, что надо из программы удалить, например, войну и мир Толстого. Потому что все равно ее никто не читает. Зачем ее... все молчат и кажется, что все нормально Толстого, ну выбросили, ладно, бог не. Когда речь зашла не о всех произведениях, а о трех небольших рассказах, у нас в России еще не так все грустно, вот, конечно, так обольщаться, наверное, тоже не стоит слишком, вот, потому что, ну, борьба просто, вероятно, идет. Есть какие-то силы в государстве, да, все-таки, которые, ну, как-то вот пытаются что-то, наверное, сделать. Положительное, вот, для, именно, исполнения заповеди Божьей, что, конечно, наиболее важно. Потому что, не то важно, чтобы церкви там какие-то деньги дали, хотя это тоже имеет значение, безусловно, но большее, конечно, значение имеет то, что, чтобы зло как-то меньше распространялось, это, конечно, гораздо важнее. Какая главная, в принципе, здесь опасность, да, существует, и что-то надо нам, так сказать, прежде всего опасаться. На примере западных стран, да, что действительно, вот эти договорные отношения, они дойдут до такого, до такого предела, когда уже церковь будет забывать заповедь Божью, да, и ее искажать. Ну, что произошло уже с протестантскими церквами, с англиканской церковью повсеместно, под давлением государства, они уже просто начали извращать заповеди Божьи. Вот, конечно, это самое страшное, да, вот, и поэтому тут может быть два варианта событий. Либо государство как-то будет сближаться с церковью, да, и может быть эта симфония в каком-то виде опять возникнет, Бог знает, да, вот, либо действительно это расхождение как на западе будет продолжаться, и тогда церковь станет перед выбором. Либо следовать заповеди Божьей и быть гонимой, безусловно, вот, либо действительно стать церковью Антихриста, потому что мы знаем, что Антихрист, когда придет, то его образ будет именно в церкви поставлен, в лжецеркви, конечно же, вот, и там ему будет поклоняться. Но, по милости Божьей, конечно, мы надеемся, что это не будет с Россией, хотя есть разные пророчества по этому поводу. Есть пророчества, что там царь православный будет, да, а есть пророчество, что Антихрист произойдет из России. То есть, какое, да, ститель Игнатья об этом писал, Валичининов. А одно, другого. Так что, да, какое пророчество осуществится, наверное, зависит от нас. Потому что... Есть еще пророчество, насколько я знаю, что перед приходом Антихриста будет расцвет русского государства, православного. Хотя, может быть, одно время, и то, и другое. Ну, да. Но будем надеяться, что все-таки, да, милость Божия покроет русскую землю, помолит на наш святых, если мы будем веровать и исповедовать действительно то, что хочет Бог, как сказал отец Кирилл. Спасибо, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.